легенда у нас на подкасте дмитрий ларин 2 миллиона подписчиков на ю тубе 375 миллионов просмотров я надеюсь после этого подкаста мы удвоим эти цифры минимум как минимум спасибо что пришел спасибо что позвали чуваком здесь у вас круто и друзья это не интервью прям где мы вообще ни разу да мы общаемся обсуждаем разные интересные темы перебиваем друг друга или с уважением слушаем или молчим том на дима но так получилось что ты сейчас находишься на бали эта тема очень актуальная многие думают куда переехать где можно остановиться и ты как я понял решил остановиться прям с корнями на бали а этот остров магический здесь происходят интересные зрения чудеса и у меня первый вопрос это первый вопрос что у тебя произошло за эти 10 месяцев на острове бали ну давай представим что есть таймлайн до для тех кто с видео работает знает вот вот таймлайн до от 29 ноября 2021 года и до сего момента много всего произошло прям много то есть надо начать наверное с того что я прилетел по сфабрикованному делу был привлечен как свидетель дело хованского дело об экстремизме дело развалилась сейчас уже если оглядываться назад ты его развалил братом признать на самом деле влияние вот медийки которую мы так или иначе толкали к тому чтобы больше информации было по этому делу мне кажется все таки наше влияние есть потому что это дело развалилась и они спустили на тормозах хотя случай исключительный по экстремистскому делу человек освободили это прям бау и это очень прикольно так вот из-за этого я прилетел то есть я был свидетелем я был свидетелем защиты но как мне сказали в следственном комитете от свидетеля до подозреваемого один шаг поэтому я такой не я влечу и в день своего рождения оказался здесь на бали 10 месяцев назад пожил во всех районах популярных там семеняк чангу джим баран перри нан убут в лвату какое-то время давай вообще почему бали из-за популярности острова бали здесь огромный спрос на жилую недвижимость и поэтому сдача ее в аренду перепродажа дает доходность до 30 процентов годовых в долларах мы алекс вилла строим на бали дома мечты в которых можно жить и кайфовать самому со своей семьей а также сдавать их в аренду какие здесь риски на чем основана доходность какие есть кейсы в какие конкретно проекты нужно инвестировать оставляйте заявку по ссылке в описании наша команда с вами свяжется и сбросит презентацию проект я путешествую по азии по азии с четырнадцатого года то есть для меня азия близко мне понять понятие на регион понятные люди понятна кухня и так далее то есть я был в вьетнаме в таиланде в индии я такой ну бали потому что бали потому что там всем другой вайп и инвестиционный климат бизнес и так далее там комьюнити и вот я свалил на бали важные события еще какие произошли за за эти 10 месяцев случилось объявление войны я прекрасно помню этот момент я жил тогда в семье в семьяке и я не спал вот до момента когда узнал что началась война 24 часа у меня боя такие марафоны что я там стримлю например что еще снимаю и значит падает информация о том что начала война и я понял что еще 24 часа минимум я не усну потому что это надо блять осмыслять понимать что как близкие родные добавили жестко это был пиздец потом опять-таки быстро перелистываем несколько страниц мобилизация и в день объявления мобилизации у меня умер друг здесь на острове это прям был удар это прям очень было жестко и вот все эти дни с 21 по 20 наверное 6 мы занимались там организации ритуальных процессий сколько лет было почему 33 года и это был за день до его дня рождения то есть полное безумие с совокупных факторах причина здесь очень плохая судмедэкспертиза поэтому у нас есть только показания врачи о том что это была остановка сердца то есть не насильственное нет токсикологическое я был скажем так на месте смерти видел тело то есть там все достойно прилично типа не наркотиков никаких то ядов не признаков там борьбы страдания тоже не было то есть я просто как сидел так и упал у себя на веранде на вилле жутчайшая история 33 года крутой тип познакомились еще полтора года назад в россии в астрахани это прямо вот наверное получается если все таки мы идем по таймлайном то как будто после объявления войны и демобилизации у меня все шло как-то супер супер ровно я даже не могу вот за эти полгода назвать какое-то событие выделить да у тебя на экстремуме есть смерть близкого да и я расстался с ксюшей это тоже такой болезненный достаточно момент для обоих но мы как взрослые люди мы вместе жили шесть лет я очень благодарен гейс она видит ксюша привет тебе мы с ней общаемся так или иначе помогаем друг друга поддерживаем вот и 10 месяцев здесь уже находишься расскажи вот тем кто не был на бали как по ощущениям что ты что вообще почему почему задержался здесь а я знал сам начал что есть останусь вот с первого же дня я знал что я здесь останусь и сама жизнь она так меня вела что вот те вещи которые мне надо сделать на бали того чтобы остаться они происходили буквально в первые недели то есть я совершенно случайно познакомился с феликсом деминым то есть здесь на острове узнают все это девелопер так или иначе ты знаешь рынка тоже знаешь строят и крутые объекты инфраструктурные там и виллы и очень амбициозные там один самолет чувствует воловато воловато красавчик потом я столкнулся очень быстро с угутом с парком убут то есть я там обосновался в первые же месяцы сделал студию открыл начал действовать там для полного счастья мне не хватает приобретенного участка земли здесь я ездил уже смотрел в основном в буде но интересно как не странные кентам они то есть северные такие знаешь отшельнические для чего она же хочешь вообще мне есть несколько планов я бы не хотел все светить свои идеи но это и коммерция и для жизни потому что очень сложно здесь найти для жизни виллу которая скажем так в долгую тебе будет удовлетворять может все подкнивает поэтому бали бали-то бали балийцы очень душевные типы с ними норм да они где-то тормозят и да они где-то могут прошляпить что-то но с ними в личном порядке общаясь хорошо они тебя по нему понимают вайпу них чуть медленнее чем например у там у малазийцев до которые уже такие бизнесмены все но они подругой они не очень добрые очень кайфово ребята готовы помочь всегда если там упал с байка где сразу подбежит топа болицев замажет тебе раны у тебя была такая ситуация что там эти блогеры рассказывают какие-то свои история показывают как жить на бали и показывают интересных людей иногда рассказывают о том как компания вообще за год сделала 10 миллионов долларов и вообще-то я говорю сейчас про свой блог и там я разыгрываю билет на бали поэтому рекомендую подписаться по ссылке в описании я с байка вообще здесь один раз попадал я тоже кстати и камни сразу же сразу же подлетели вот те кто мимо ехал останавливались байк мы подняли как бы раны мне реально там обработали по людские да они никто мимо не пройдет еще улыбаются постоянно ездят короче hello boss ты едешь но это иногда надоедает до иногда иногда слишком навязчиво вот вот так честно иногда . навязчиво то есть иногда ты хочешь просто идти такой по своим делам я это не хочу но иногда ты идешь по своим делам и болеется тигры в игре ты в россии такой в россии такой идешь по району эти чувак куда идешь надевает а странно вот ну приятно что они не со зла это но вот как мы выясняли этот момент почему многие болицы говорят в регулин типа если человек не сможет ответить куда он идет то значит с его душой что-то не так надо дать совет то есть он не по как неприкаянный короче у тебя есть цель или тут шатаешься праздно как душа в лимбе грешник не знаю или можете просто подвести хочет годик такси и машин слушай вот знаешь всех наверное интересует первая причина когда ты это понял что нужно расстаться и твое отношение сейчас это очень хороший вопрос потому что здесь на бали бытует такое мнение что здесь все расстаются но с одной стороны да потому что ну здесь очень много женщин которые хотят выйти замуж за богатых мужиков которые точно так же здесь тусуют крипто на инвесторы ну вот все вы завидные завидные женихи но у нас отношения шесть лет они же ну как бы не на одном уровне да там эмпатии находились мы постепенно переросли уже в фазу дружбы партнерства то есть кто жил долго с женщиной может нащупать такой период жизни ну кто-то может постоянно на пике эмоций там любовь да вряд ли в какой-то момент переходишь в фазу отношений как партнерство там поддержка не просто в какой-то момент оказалось что мне здесь комфортнее комфортнее там и ну какие-то процессы порознь получается у нее лучше порознь у меня лучше то есть мы пришли к такому собственно мнению да инициатором был я так или иначе в любом случае но жизнь показала что все таки сейчас наверное сложно было было сложно правда долго решался на эту тему поговорить а ну вот я с тобой с первым раз если есть я чтоб ты понимал ты произошел два месяца назад я ни слова не говорил мне на стрим постоянно спрашивают я игнорирую эти вопросы поэтому вот эксклюзивчик эксклюзив подгон зам эти мысли в себе заглушал когда у тебя появлялась идея о том что возможно вам нужно расстаться не разговор эти велись не то есть это не то что типа среднестого неба кувалдой по башке так расстаемся блять нет были у вас психологи нет я тоже расстался просто три месяца назад долго встречался два года вот мы здесь познакомили вы жили здесь два года да здесь жили с первого дня вообще прикинь с первой свиданки мы жили вместе типа два года и на вторую годовщину расстались типа символично так получилось нормально не на негича не вообще идеальное расставание если честно как будто бы близкие к идеально к идеалу отношения в целом вопрос который тайну я не решил на себя ответов еще не нашел короче поделюсь признаюсь периодически смотришь на других девчонок и тебя физически влечет к другим женщинам моя девчонка для меня идеал была бывшая вот моя да она и физическом и в ментальном плане ну то есть это match но просто просто если опираться на чувства и ощущения знаешь я смотрел на других женщин короче я себе ничего не позволял не изменял не целовался ничего не позволял но в целом я начал короче думать над эту тему желание то есть я его подавляю искусственно типа да и начинаю общаться с разными мужиками разного возраста разного статуса там женаты и так далее и у каждого спрашиваю вопрос хочется тебе других женщин и 90 процентов ответов положительные ну да да это на этим жить я не понимаю это вопрос личного компромисса люди разные то есть есть там полиаморная да кому там требуется и любовница или там просто свободные отношения кто-то может там с одной души в ней не чает не не люблю слово любовь то есть мне кажется его и не существует это какой-то совокупность факторов там про про эмоциональные доверие доверие это очень важно и поди-ка найди человека который ты мог к которому ты можешь доверять но это дружба я вот доверие ассоциирую с дружбой вот друзей много быть не может друзей там 123 которым ты можешь ну доверить серьезные вещи вот так все же было другом это сто процентов то есть но вот любовь если в традиционном ее понимании я разделяю секс кстати добавлю для меня просто любовь это такое это смесь в общем-то химия притяжения друг другу и дружба дружба это общие интересы это доверие вот а химия это влечение и к сожалению в отношениях и вижу часто вот как бы химия на становится ну наш одно и то же есть приедается и поэтому эта дилемма старается очень хорошее слово очень хорошее слово потому что например вот у тебя сексуальное предпочтение там например женщины с формами до большая грудь большая попа большие там пропорции перепады там талия талия таз и так далее но если ты будешь заниматься сексом только с такой женщиной на протяжении 10 лет но ты бы хотел например и женщину друг других пропорций ну то есть посещает мысль это знаешь как если каждый день питаться деликатесом деликатес превращается в овсяную кашу то есть это не у всех так просто но если вы тут поддакину ли значит мы с вами пацаны как бы там сейчас знаешь сколько экспертов смотрит и да кому-то кто-то нет то-то наоборот вот секс-лайн у него все это все все женщины короче привет секс-лайн нет кому-то наоборот нужны девочки которые ходят по подиуму то есть изящные высокие точенки что ты думаешь ты со своей женщиной просто должен проговаривать этот вопрос обозначить свою позицию типа да и искать какие-то решения сто процентов да если ты хочешь сохранить сохраняй работать если не хочешь сохранять разбегайтесь то есть просто очень многие хотят и сохранить и разбежаться это очень удобно да не кто-то вообще практикует очень открытое отношение то есть у кого-то есть жена но есть типа отношение там полиаморная с другими женщинами и это очень сложный вопрос но такие матчи точно есть да есть все есть этом жизнь за сложно она от слова ложно это грубо говоря окей михаил задорнов и так многие задаются вопросом куда уехать из бали ты принял решение о куда уехать из россии это жмали только в куалумпур чтобы посмотреть небоскребы небоскребы да здесь у тебя произошли события ты расстался с девушкой с которой был вместе 6 лет и сейчас тебе нужно чем-то наверное тоже продолжать заниматься или новое направление искать какие твои мысли ну то есть чем будешь заниматься чем занимаешься такой момент что очень многое начинает сходиться то есть те проекты которые я там тянул там четыре пять месяцев они начинают сходиться это очень классно первых мне скоро заспойлерю короче инвестиции которые занес скажем так в одну метаверс платформу да я очень я очень жду потому что там очень хорошо по иксам а ты хочешь зафиксировать прибыли или там же как то есть если ты на присо или даже на на airdrop и ты получаешь токены поверив в молодой крипто проект вложив деньги то есть у тебя средства депонируются то есть на полгода или на год имеешь права вынимать потому что иначе ты когда происходят другие этапы там первый с присоил второй присоил там паблик листинг много соблазнов крючу людей скинуть ты скидываешь ты обрушиваешь ты пампишь вниз как бы ну как звучит пампишь вниз звучит как это как у нас в новостях отрицательное всплытие под лодки на днях и думаю до выхода вашего эфира даже открываем анти кафе в убуде это место где могут собираться люди вообще по интересам и проводить всякие квизы играть в мафию курить кальян это прям в центре у будда небольшое аккуратное здание там же у нас будет онлайн кинотеатр ну не онлайн просто кинотеатр проекторы все есть xbox и то есть такой центр были развлечения потусить сколько квадратов ты выступаешь в роли инвестора небольшая 70 квадратов я выступаю вроде в роли ну картина креативного директора партнера вот ребят сидят там мы вместе с ними запускаем и это такой первый наш сборный с ними проект потому что мы познакомились в парке у кто не знает парке это большой кластер креативщики программисты бизнесмены там инфоцыгане там вот у нас студия мы при этом пишу монтирую снимаю записываю звук и вот у чуваков там первый тестовый их был он кинотеатр все и мы объединились от куфу у меня тут техники дофига давай делать и мутанули собственно это антикафе она сейчас открывается и так получается что у нас уже на момент открытия будет экосистема целая то есть антикафе вяры кинотеатр два кинотеатра подкастная то есть человек может прийти с своим инфопродуктом и мы подключим и снимем там в три в четыре камеры запишем 3 4 аудиопутока звука и можем свести можем как то есть люди обращаются крык актуальна тема очень рынке есть потребность есть да пока что вот на этой неделе открывается антикафе и через антикафе мы будем собирать людей которые заинтересованы в бизнес движениях такого рода то есть современные медиа там графе в чангу сделайте пожалуйста в чангу мы об этом потом поговорим на после подкаста типа а я чтоб ты понимал я же ремесленник понимаешь я никогда не занимался чем-то вот сложнее чем отправить налоги с сделанного сайта на фрилансе или там с партнерки на ю-тубе пошли деньги там заплатил 6 процентов по упрощенной системе но то есть а здесь остров вот об этом мы еще поговорим он инвестиционно очень привлекательный до привлекательный и простой как будто бы так есть дальше соответственно альбом музыкальный у меня готовится но сейчас события такие что сейчас не до дропов сам понимаешь контекст не особо описан уже сведен не сведен есть демки есть сведенный но вот как бы это вопрос там месяца если если надо это запустить ну и по кайфу я провожу стримы проходит очень много людей у людей куча вопросов там сейчас ввиду геополитики там наши пацаны 10 лет кто меня смотрят олты они там взрослеют у них взрослые проблемы вот как-то там консультируемся общаемся делимся историями ну и время от времени снимаю видосы а ты же как-то в крипту плотничком там изучал как я бы владела я трейдил тогда ума не было что-то там поднимал но это не так интересно как вот инвестиции в какие-то супер интересные движухи вроде nft метавселенная там где уже есть философия идеология где есть там x да у вас шарить не сдал дал шарить что-то складал то есть немножечко децентрализованное автономное но сообщество грубо говоря когда владельцы там например одной коллекции nft то есть ты делаешь дропы nft например 5000 штук 55 тыща покупает nft и они стабилизационный фонд могут организовать даже могут страховой фонд организовать из тех денег которые собраны то есть голосованием участием выбором выбор целей nft позволяет прям направлять усилия людей направлять финансы людей вообще в любые стороны то есть и это децентрализован да это кайф на к нам на самом деле недавно приходили ребят на встречу предлагали нам создать дау с помощью которого можно будет ну вот например строим комплекс вилл выпускаем там тысячу токенов например и то есть сейчас если точка входа инвестиций в нашу компанию то от 150 тысяч долларов то ее можно снизить и долевым участием типа распределяем распродавают эти вот токены привлекать там инвесторов от 1000 долларов например нормально нормально это прямо сейчас начинаем внедрять то что касается nft мы тоже делали открытие у нас открывался уникальный комплекс airship называется такая задумка была представь космический корабль упал на землю он весь зарос в зелени и это стало такое место где люди проводят как раз романтические свидания там есть джакузи сауна бассейн вид на океан необычные открывания дверей телескоп смотрим звезды и мы когда делали гранд опенинг вот этого комплекса у нас были розыгрыши как раз и нефти которые можно было менять на разные прикольные штуки поэтому стараемся быть в тренде в тренде не не это правильно у у нас в чем прикол то что утилити то есть ты можешь такой продать человеку nft и это будет билет на ночь вот в этот отель да а он потом может в свою очередь продать типа за цену выше когда делал чаще роялти есть настоящая ценность и прикольно когда автор закладывать проект времена когда я нафть и были просто типа картинками да типа а зачем мне нафть с я могу за скриншоте и у меня это будет ну да но на виллу ты не попадешь его диск риншот мы вообще за инновации за то что у нас вот например в компании еще например продажи через и нефти еще не внедрена то есть мы вот по поводу того чтобы внедрить токенизацию нашу и продавать мелкими частями вот так только сейчас говорим об этом но и нефти еще не внедрен и к нам много кто приходит говорит ребят было бы неплохо вам внедрите на все говорю блин внедряйте то есть не хватает тех кто придет скажет я готов это сделать это вдруг если вы тоже будете на бали и захотите с нами по взаимодействию есть крутая типа мы открыты мы готовы но но надо ответственный человек который скажет окей у вас этого нет я это могу внедрить мне для этого нужно это 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 let's go я точно знаю что это могут сделать x-dao это ребята которые базируются в парке я был на конференции на конференция на презентации как раз таки токенизации паркью то есть там какая какой замут был не знаю реализовали это или нет но речь о том что запускается токен внутрь внутренний токен паркью эквивалентный долл как как стейблкоин есть и например номер в парке ты можешь не купить а за стейкать то есть за цену ниже и вот они как раз это провернули на каком этапе сейчас не знаю но вот то есть если андре пошел на это это надо знаешь уточнить что по налогам все было тоже гладко просто иногда вот ребята которые все это внедряют не забывают о том что они играют с огнем потому что государство здесь она всегда медленно но она рано или поздно тебя настигает если ты действовал не в рамках закона это может быть сильный удар имеется такое то есть какой-то government relation должен быть сто процентов например вот к слову есть болит вина ребята такие слышали не слышал которые цифровую типа болит да это прямо и в режиме гиммификации и сценария не берут из этих старых летописи истории болит там артефакты клинки всякие и земли то есть и одна из идей там это как раз таки когда ты бегаешь аватаром по там по боли который вот сейчас такой там ченгусе меня вот это все нажимаешь кнопку хлоп старый болит прям у них меняется пласт пласт скана короче старые слои другие да и ты видишь землю такой а могу ли я купить хуяка там предложение типа купить землю то есть они пытаются связать земельный кодекс кадастр с метавселенной которую строят покупаешь ты в реальность да ребята молодцы запустили marketplace уже все нафте можно покупать то есть несмотря на то что остров там не весь отсканирован но именно на на уровне общения с законодателями да то есть они вот в эту сторону работают это очень круто с прикинь ты можешь за нафте играя в игре купить кусок земли раз тебе под этом по кадастру сертификат все но это как бы в идеале понятно что не скоро но работа идет и ты прикинь это в тропе как здесь тропическом лесу тут такие музы происходят боли боли очень то показалось бы маленькая уютная деревня реально здесь файб как в летнем лагере но движухи происходят такие как большом городе в мегаполисе просто и в этом классный микс а еще куда ты инвестируешь пока нет то есть мне достаточно я боюсь что я уже в какой-то момент начну не справляться то есть у меня сейчас тут надо держать инвестиции получается криптовые нафтишные тут вот мы сейчас ребятами строями плюс мне надо своих подписчиков дружков не бросать надо им снимать что-то там стримы вести ну просто пока что я вот становился на этих направлений понял знаешь еще секунду секундочку как по мне мое видение просто что как раз таки инвестиции когда ты инвестируешь это получаешь больше свободы ну смотря в каком формате как бы ты видишь этот процесс но в моем формате это так что ты получаешь несколько источников пассивки формируешь свой капитал которые пассивные доходы и освобождаешь у тебя появляется выбор типа работать или не работать ты ты выбираешь когда у тебя нету вот это вот финансового стабильного потока дезюрифицированного с разных рынков с разных инструментов тогда это как бы в зоне риска и ты не выбираешь ты работаешь потому что нужно выживать ну да 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 денег на ровно столько чтобы них не думать я понимаю то есть банально даже если бы вот почему мне интересен например ритейл то есть это купи продай по сути старый бизнес очень все просто но здесь азия здесь некоторые товары там из электроники стоят x2 x3 дешевле чем в россии вопрос просто настроить как бы логистику и отправлять там ну самая банальная например ssd ссдшки в россию или коллекционная машина стоит думать не как туда что-то отправлять а как здесь что-то создавать потому что там экономика сейчас точно не на рассвете и у людей меньше денег и денег если будешь смотреть будущее я думаю будет сильно меньше поэтому вот так круто что ты вообще сам для себя рассматриваешь тему инвестиций но из того что я услышал пока до большая часть это такие высокорисковые инвестиции которые могут дать много иксов но рассматриваешь ли ты для себя еще такие более стабильные понятные инвестиции в виде там капитала виллы апартаментов таунхаусов сто процентов это то с чего я начал ты тоже инвестировал в какую-то такую меня еще у меня еще не было компании но я нащупал нащупывал рынок я по-прежнему продолжают нащупывать я примерно знаю стоимость аренды сотки в тех районах которые мне интересно типа какие района давай мне интересен сейчас северу буда северу северу буда и как ни странно кентамане то есть кентамане make sense да да все как будто бы ждут я слышал уже лет на десять идут разговоры о том что в кентамане там где-то в той стороне на севере вернее чуть дальше будут будет аэропорт это в лавине да но об этом говорят все давно и по моему это просто слухи на появление аэропорта на про на север он очень четко изменит сразу весь как бы все цены сразу потекут инвестиции но это так отступление катался по участкам ездил смотрел самое дешевое смотрел полтора миллионов за сотку в год 100 долларов это друзья 100 долларов за сотку в год ну то есть скажем так за 10 тысяч долларов ты сможешь на 25 лет найти себе участок ну где-то соток соток может быть 20 в зависимости от того в желтой в желтой или в зеленой это зоне то есть опять-таки свои нюансы да ну типа вам не надо наверное объяснять но на бали ты можешь купить землю а потом кажется что не сможешь не строить то есть вопрос межевания вопрос земель которые идут рядом стоит дорога эти на дорогу строить покупать участки у всех остальных кусочки вот я занимался вот такими нюансами тут самый главный вопрос зачем дом себе до меня же да то есть не это не это не такой коммерческий дом это просто для себя чтобы жить я правильно понимаю это вопрос наверное свой 2 я начну издалека то есть мне когда меня выгнали из россии мне было 33 года я был уже на стадии что я хочу строить то есть я вырос в селе 18 лет в архангельской тайге я знаю как строить мы с отцом строить там деревянные дома в бане все это то есть я правильно понимаю когда оказался опять-таки у феликс на стройке этом до рабочих доебывался чуваки а здесь чё как где асептик и на какой глубине отвода подвода типа изоляция короче я бы построил дом в которой жил бы я ну естественно этот дом не граничился бы только моей жизнью мне надоел я его продал то есть понимаешь я скажем так вижу минусы которые здесь можно легко закрыть в частности домашнего строительства потому что зачастую плесень отсутствие там нормальной вентиляции непонятно какие коммуникации очень много мрачных косяков очень это к чему спросил потому что те районы которых ты рассказываешь особенно кентамане он имеет перспективу но через лет так 10 вот поэтому даже если ты построишь дом для себя и каждый зритель должен понимать что там действительно дешевая земля и отсутствует инфраструктура очень красивый вид конечно же и второе не так просто будет продать недвижимость как тебе кажется то есть если только санты думаешь что ты прям вот я решил ее продать и она продалась нет есть районы в которых она вот так по щелкачку пальцы продается есть районы где она очень долго может продаваться и вообще не продаваться поэтому я не то что хотел продавать понимаешь то есть я рассматриваю строительство дома который будет еще и цехом и складом и всяким всяким я понял дим но хотел бы дать совет потому что много моих друзей приезжает и у них всегда вот похожие мысли они хотят жить каким-то невероятно красивым видом в каком-то невероятно отдаленном районе я им всегда рекомендую пожить в этих районах хотя бы несколько месяцев и тогда ты сможешь для себя четко понять готов ли ты там строй дом и в нем жить потому что зачастую мои друзья крема не мешает в эти районы понимаю что для них очень важно садик что для них очень важен супермаркет какие-то кафешки встречи с друзьями о чем они не думали до того как смотрели участок земли поэтому надо быть в этом плане тоже аккуратным шагин там они это красиво но это очень далеко сто процентов поэтому мне первичный конечно же у будут северу буда я жил в кентамане там правда ничего не происходит там только ты как бы горы и шествия есть какие-то там озера но в целом земля нужно то есть у меня уже такой возраст мне нужна земля что чтобы я знал что его не знаю сжечь меня или закопать или открыть банально там какой-нибудь поставить фрезер или лазерный станок чтобы пилить какие-то конструкции так далее то есть я технарь мне надо вами работать я вот это все это не все близко слушаем если что к нам обращаться можно вообще экскурсию провести по нашим проектам да я же вас ничего не знаю расскажите расскажите мне вкратце о себе 8 лет на бали компании тоже 8 лет это группа компаний которые занимаются строительством вилл реновация это значит мы берем виллу на три года делаем там красивую декорацию реновацию сдаем ее посуточно потом через airbnb booking инвестор зарабатывает это агентство которое продает наши виллы которые мы строим не только виллы это townhouse недавно была очень интересная совместная работа с покрасом лампасом я видел эту работу я знаю на крыше на крыше нарисовали балки на этот world да о том что мир если не секрет насколько сразу возросла стоимость этого комплекса вилл это сложно понять мы короче подумали как вообще можно воспользоваться этой возможностью это классных творческих коллабораций ну как мы можем вообще сделать так чтобы мы получили фидбэк от мира обратно и мы одно из успешных действий это пресс-конференция мы короче нащупали инфоповод во первых мы поняли что мы делаем сам большую каллиграфию в индонезии которая еще несет под собой типа смысл единый мир эта фраза написано 6 языках на русском украинском индонезийский английский французский китайский запурили много пресс-релизов местные сми сняли конференц-зал короче все они приехали туда и пошла волна пиар короче пошел и она дошла до того что про нас написали в forbes в сен-эн-эн огонь кайф мы получили офигенные репутационные такой цитирование это прям да ты знаешь тут суть просто в том что мы стараемся быть не то что в рынке да мы стараемся как-то выделяться то есть у нас вот есть наш комплекс вилл который находится вот представь он находится первых правильной локации мы взяли землю когда она стоила там на 30 процентов дешевле чем она стоит сейчас этот центр чангу там 700 метров 700 900 метров до океана 9 офигенных красивых вилл которые сейчас даются там от 5 тысяч долларов в месяц плюс какие-то шесть какие-то 11 тысяч долларов в месяц чана себя представляет вот которая за 5 то есть это туба другого спальная вилла дано на ну красивая современная раз два 120 24 квадрата до красивая вилла тебе стоит приехать посмотреть офигенный контент многие приезжают к нам просто на участке пофоткаться у нас есть проекта например типа airship называется то что тебе рассказывал то что ты видел то есть необычное здание которое очень инстаграма был где люди хотят фоткаться проводить время и она запоминается то же самое мы делаем сейчас в наших новых комплексах то есть мы строим и апартаменты и виллы и таунхаусы мы там сейчас будем сотрудничать со световиками то есть будем делать интересную световую композицию с местными известными художниками будем тоже доносить интересные смыслы то есть вообще мы работаем с инвестициями мы работаем с инвесторами мы строим коммерческую красивую недвижимость в топовых локациях которые потом наша же менеджмент команда компания это наше отличие самое главное у нас смотри что просто кто не понимает у нас 2500 отзыва в airbnb с значком супер хост то есть мы точно знаем как нужно грамотно и хорошо сдавать виллы чтобы гости оставались довольны то есть мы про сервис и мы не просто построили виллу а мы ее начали сдавать посуточно инвесторы начали зарабатывать проходит время у нас есть мощное агентство это алекс мой партнер как раз по агентству алекс вилла с джинси у нас сильная команда сильное понимание рынка и мы эту виллу можем быстро продать вот в чем как бы комплексный подход и принято за для для тех людей которые ищут для себя кита надежные бы так сказал и эстетичные инвестиции то есть мы про эстетику мы не строим там знаешь просто так мы в каждый проект вкладыв выходной подход крутой и каждый участок земли вот я серьезно говорю многие кто нас знают они понимают что это топовые локации всегда это всегда какие-то например недооцененные виллы которые мы за счет реновации делаем очень красивые либо это какой-то участок земли который через три года становится сильно дороже с крутой инфраструктурой из красивая архитектура и вот так ну вот в общем получается вот алекс вилла с короче это такой большой котел где миксуется творчество эстетика холодный расчет и вот комплексный подход целом то есть ты однажды придешь к нам скажешь ребятами то меня есть там 200 тысяч долларов короче свободный хочу их просто положить ты скорее всего к этим 200 деньгам больше относиться как к части своего капитала и ты захочешь положить просто в надежную копилку чтобы просто спать чтобы ты точно понимал что ты эти деньги не потеряешь они не улетят крипто не там не рухнет там ты не получишь минус x2 вчера было 200 сегодня 100 ты получил надежную такую копилку которая сама по себе растет прирастает выше инфляции типа в среднем доходность аренды типа в среднем плюс-минус бывает больше бывает меньше 20 процентов годовых в долларах я понимаю да здесь еще инфляция маленькая из 4 процента по моему 4 процента за 10 лет только тоже надо уточнить земля дорожает то есть твой актив еще растет в цене типа сам по себе стоит больше и твой актив ликвидный ты можешь продать ты просто и классный проект в правильном месте то типа ты можешь достаточно легко эти деньги обратно вынять ну вот поэтому классный рынок для инвестиций вот я лично сейчас самая большая моя вот именно такая финансовая цель ближайшая это купить у нас нас же продукт вот так не тема хорошая вот как я понял ты больше находишься базируешься в убуде да я я более затворный человек понимаешь я в кентамане жил две недели я просто мне не в облом было через день съездить в буд там поработать вяжите по секрету бали он весь спокойный он весь спокойно смотри вот мы сейчас смотри вот мы сейчас но трафик чангу здесь окей но я проезжаю суббудов чангусу дает какой мордор ребят как вы здесь живете это значит это это поэтому держитесь вот серф-клуб да это а если люди разные есть люди питерского и бы есть московского вайба есть вообще провинциального и кто-то ну типа то есть по спокойнее вот я из питерских я шел в питере мне вот это все так не то что пугающе не комфортно когда много больше трафик я этого и в россии слушаю вы будет тоже трафик но не настолько не на точно либо разные по-любому вайбы разные но я про спокойствие то есть мари на бали ты можешь быть на оживленной улице тут идет движуха и в рестораны там спасал он и там движ ты заезжаешь к себе в подворотню проезжаешь 100 метров у тебя поют птички у тебя вид на рисовое поле и ты в полном такой гармонии базара нет это чангу в чангу видов не так много на самом деле маловато разнообразие как бы мало то есть у вас не гор не гор не обрывов не этих все есть вот смотри за 10 месяцев океане я был 6 и то когда ездил ноги на гиле конечно будет там пробки доехать по ним это постоянный файт на самом деле между у будом и чангутске держись пацаны не слушайте их у нас все правильно мы любим цифры и как бы не газар нет делает убут у нас короче просто был клиент инвестор сначала был потенциальным инвестором он стал нашим по итогу ну короче он говорит пацаны вот есть застройщик в в будем вот есть вы выбирают честно вот не знаю не могу определиться типа какая цель спрашиваю говорит инвестиции хочу капитал короче задаю окей ну и я ему просто собрал файлик очень такой простой там просто один из аргументов которые супер легко проверить это airbnb карта airbnb открываешь короче зумишь у будут там ты видишь определенные чеки по которым сдается вилла за сутки и то же самое в этой же карте отлистываешь открылась чангу вам цифры в три раза выше поэтому что хочу сказать пацаны тут спорить можно бесконечно и дискуссировать да раз это разная это разная разная просто ну то есть кому то но не я не спорю что здесь в чангу вот в этом безумии можно закрыться на вилле у тебя будет тишина и все герметизация но однажды ты сидишь на байке и выткнешься в этот поток в будем тут тут водопады тут город тут рисовые поля тут такое многим это и не надо многом это и не надо да каждый найдет для себя свой клок где ему комфортно да вы здесь живете достаточно органично прикольному в плойку играете я приглашаю классные кстати поиграю обязательно давай фифу фифу погоняем вот а кому-то более такие спокойные вещи и я познакомился с типом недавно фотограф очень классный стильный почерк имеет и он говорит он живет в кентамане вот в том есть и где жил я он живет там два года для меня это ну то есть это еще более высокий уровень такого но отшельничество чем мой хотя я вот хикан такой сыч мало с кем на самом деле общаюсь больше больше в интернете а вот есть люди которые прям целенаправленно уезжают в кентамане еще еще и дальше то на север острова живут и заниматься своим делом снимаю там современный контент или делать современную музыку актуальность кайф острова в том что действительно каждый найдет под себя очень хороший звук был вам надо это на джин на джингл на джингл да можно это конечно конечно обязательно поэтому я бы с радостью посмотрел что мутанул покрас как это выглядит у вас на виллах красавчик приедем на очень талантливый мы ему от души благодарны дамы шпитерские наш питерские знаком с ним шапош на наверное года с семнадцатого и здесь был на его званом на званом вечере в парке у затем да я продавал да когда продавали когда серёга домогатский купил нафте очень интересно 50 тысяч долларов ну слушай хорошо и деньги пошли но он беженцам очень очень классно вот есть фильм у меня на канале беженцам из украины да ну да да ну и донецк луганск в логе цель суши твое отношение к войне но она простое достаточно какое все не так однозначно не работает все не работает путин кровавый убийца это что он сделал этому нет причины объяснения у него нет не было повода все что творится сейчас это лишний раз просто подтверждает это и понятно что у них уже нет другого выбора и осталось им немного я жду падения режима и возвращения на свою родину которую меня забрали вот и все если не рассусоливать я просто много и читаю и общаюсь и анализировал и друзья и родственников пытался вывести каких-то кого-то фсбшники развернули поэтому у меня уже даже не злоба не ярость на них они просто как клоуну выглядят будут просто типа слушай но я как украинец благодарен тебе за такую позицию очевидно оппозиция что каждый помогает разными способами да и ты как бы об этом говоришь у нас нет другого варианта потому что если ты в эмиграции ты молчишь то зачем ты уехал то есть если ты уехал если не нравится с путиным не нравится в этом гулаге ты должен говорить потому что ты уехал потому что не мог говорить ну как бы говорить это там голос голос то ты твое естество то есть вот поэтому не с первых дней когда я пересел пересел границу я говорил как есть на самом деле вот людей которые не говорят в россии их отчасти понимаю им страшно потому что когда фсбшник и пытки все это в одном инфополе это жутко но хорошо что сейчас идет идет эмиграция прям плотно это прям огромный поток миллион человек миллион человек я заметил на самом деле что русские ребята включились сейчас они проснулись ну вот мы вообще тусуемся компанией межнациональной у нас все русские украинцы и вот и белорусы и узбеки я вообще считаю что в каждой нации есть хорошие плохие люди короче ну пофиг вообще на нации в целом важно то что когда вот началась война например я что заметил когда тебе тебя касается у тебя вот большое эмоциональное вовлечение ты следишь смотришь переживаешь ребят в россии как бы из-за того что там жестко пропаганда и как бы не освещали события как вот они происходили на самом деле все думали что это какой-то лайтовый движ там спецоперация какая-то всем было пофиг а вот сейчас и заметил что наши друзья из россии они включились они начали переживать те же самые эмоции которые мы начали переживать в начале войны они начали смотреть эти видосы понимать там ужасы которые происходят вдруг наш начал звонить две ночи не спал начал звонить всем подряд спрашивать что там как вы выезжайте быстрее со стороны короче начал переживать включились переубеждать стал переживать за родителей которых тоже могут призвать многие поняли кто-то сказал очень тезисно и прям лучше не сказать многие поняли что случилось 23 февраля 21 сентября потому что на самом деле ты сказал что типа пропаганда и многие думают что лайтовый на самом деле вот кто сидит в интернете но в авангардных телеграм-каналах там подписан на какие-то либеральные источники там или просто там смотрят и и задников и всех специально чтобы анализировать на самом деле не все но многие поняли сразу просто вопрос тут не пропаганды а гнетущего фактора чекистов которые построили ну то есть гулаг по большому счету мы все в заложниках я находился там и критиковал какие-то политические решения там администрации президента и законодательства и переписанной конституции это же коллективная шизофрения все то есть мы как будто все соглашаемся с тем что вот так происходит потому что мы заложники заложники можно делать что угодно то есть говорить им что белое черное что сладкое соленое что да и нет можно нельзя это было из к видам такая же история то есть люду страшно к человек в панике в страхе он естественно ведом чё порекомендуешь соотечественникам если есть варик бегите если можете не бежать то собственно я не знаю следите за собой будьте осторожны потому что очень многие хотят уехать но их нет лишних двух-трех тысяч долларов понимаешь то есть вопрос еще обнищание населения понимают многие и многие живут сейчас вот прям смотрят этот ролик такие вы вы нам тут такие охуенные рассказываете про инвестиции как бы при умножении капитала у меня в трешке нет чтобы сейчас уехать например там через через стамбул улететь там куда-то да то есть дим кратко вот кто-то для себя будет рассматривать бали нужна ли виза сколько нужно денег на жизнь в месяц вам просто билетом досмотреть да потому что не может ли очень дешево билеты вот как ты приехал делал визу долго недолго как все произошло не здесь все на потоке же поставлено есть много типа и агентств визовых типа более бизнес консалтинг ты голландиней же есть много уже новых я просто хотела тебя вкратце услышать и хотел сказать что это не так сложно все довольно это просто это реально просто это недорого дорого только тебе вот перелететь и если совсем на низкой монете ты можешь просто потусить пару месяцев там в гестах за сто тысяч рублей в день комната душ кондей все чуть еще надо развлечения здесь могут быть бесплатными сто процентов то есть но все равно есть минималка я считаю что вот минимальная цена это 600 долларов в месяц по моему мнению когда снизились байками с телефонами жильем и едой долларов месяц это минималка самая минималка по моему мнению субъективному так чтобы смотри ты уже давно не щупал что долларов вместе я же смотрю тоже всяких наших ребят блогеров кто как живет кто в каких гестах вот лёня недавно ролик выпустил по его мнению 450 но я считаю там пару цифр забыл поэтому я вот и говорю что 600 долларов это вот минималка если будешь действительно в гости в гости секундер и душ как бы и даже место где поработать питаться ты будешь не в ресторанах а покупать в воронках можно на сигарет продукты купил на рынке типа значит ночной рынок в каждом балийском селе есть там все очень дешево продается бали становится с каждым месяцем года все дороже он и мне кажется что дешевле он не будет сейчас еще g20 будет в ноябре и как будто бы вот когда я прилетел в том году было дешевле сильно за колитами сюда нет это уже после ну как бы были к видны эти отели но уже но уже как будто бы по свободнее было уже не в масках ходили и прям цена очень сильно подросла и ожидалось что к зиме должна цена все равно упасть вот к этой зиме тип типа должна упасть но но видишь как тогда было так ожидал потому что сезон дождей будет сезон дождей всегда всегда это да я понимаю так и есть но просто не ожидает нужно понимать я тебе скажу по бизнесу да у нас там 35 вилл управления да то есть немножко в этом понимаем и у нас в пандемию цена упала в пять раз поэтому сейчас конечно с пандемии цена выросла уже в пять раз твой прогноз вот зимой если ничего не случится падение рынка там недвижимости конечно нет зима это высокий сезон ну конечно декабрь на новый год все приезжают на бали середина декабря до середины января это высокий сезон а также такой же высокий как июнь июль август ну так кто никто не в курсе это тоже высокие сезоны потом с февраль падает то есть становится сильно ниже но не забывать там китайский новый год то есть есть тоже клиенты то на бали не бывает пусто бывает что падает цена на процентов например 30 от высокого сезона потом она чуть-чуть подымается там апрель-май она снова догоняется и июнь июль август особенно июль август это супер высокий сезон потом идет сентябрь она падает октябрь ноябрь она еще падает потом декабрь бам сейчас же ничего не упало потому что g20 ты правильно говоришь ты думаешь это основной фактор я думаю что основной фактор все вместе я вчера читал статью реально вчера забыл как называется но там короче делали анализ где предпочитают жить и где живут фрилансеры и там первое место это было португалия кажется лиссабон а второе место это был чангубали написано прикинь чангубали самое большое количество именно фрилансеров людей которые зарабатывают работают онлайн они предпочитают чангубали для того чтобы здесь жить и работать много открывается в коворкингов несколько новых тренажерных залов открываются новые прикольные места действительно остров круто развивается офигенно крутой комьюнити. Вот многие у меня друзья в Таиланде живут, и они говорят, что, ну, скучают за Бали. То есть они живут в Тае, потому что там есть дешевые апартаменты, и уровень жизни как бы для них сейчас дешевле. Но, говорит, вот за комьюнити, за вот этим вайбом, за вот этим окружением, они сильно скучают и как бы хотят хотят приехать. Да, да, это хороший плюс, комьюнити-то 100%. Ну, вот к вопросу, как жить, то есть сколько денег надо, можно жить очень дешево. Вопрос в том, типа, что можно жить и нормально, как бы. То есть вопрос в твой заработок. Я вообще, когда приехал на Бали, у меня продуктивность выросла. У меня же моя студия, это видеопроизводство всегда за спиной, там камера, ноутбук, все, то есть я могу где угодно. Кайф. Но вот опыт последних восьми, там, или семи лет путешествий по Азии и работы показывает, что максимально продуктивен я на Бали. То есть вот как-то так. То есть можешь спокойно сесть, снять, что-то писать. На Бали не хочется пить алкоголь, на Бали хочется просыпаться рано утром, потому что здесь темнеет в шесть. Солнышко не хватает, да. И минус, знаешь, кое-что, что ночью у тебя заканчивается, типа, вот, десять вечера, все, ты не знаешь, куда идти. Поэтому ты должен максимально продуктивно день потратить, чтобы к двенадцати ты уже такой курлонь. Ну, только или засыпаться. Мы знаем, как бы куда идти. Ну, это надо знать, да. Надо жить подольше, да. Есть места, конечно, да. Но в целом ты прав. В десять вечером ты ощущаешь... Ну, остров засыпает немножко. Остров засыпает, да. Остров засыпает, да. Ставка в двенадцать, ты уже такой, опять пельмени эти, ладно. Да. И, кстати, кухня, да, то есть тут что хочешь. И наша, там, украинская, русская, и французская, итальянская, испанская, вообще вот кухня, яванская, японская, какая хочешь, вкуснейшая. Вот даже там борщик или там суши, блин, они ничем не хуже, чем там в Украине, или в Японии. Серьезно, я был и в Токио, там, ну, есть чем сравнивать, и тут очень вкусно, невероятно. Поэтому Бали — это коландайк. Не, коландайк, да, то есть время провести можно очень весело, можно, можно это вкусно-сытно весело, продуктивно, крутые люди, сто процентов. Однако в Куала-Лумпур я все равно буду летать, как минимум, или в Бангкок, потому что слишком много сельского вайба, оно начинает в какой-то момент надоедать. То есть, когда у тебя есть китос, видно жительство, ну, для тех, кто не знает, китос — это когда открываешь там компанию или тебя записывают в уже существующую компанию, как рабочий китос, инвесторский китос. У тебя видно жительство на два года, ты можешь спокойно типа вылетать, вылетать из страны. И это круто, потому что регион большой. Тут и Сеул, и Бангкок, и все где-то рядом. И цена на путешествие, как на Сапсане из Москвы в Питер. Поэтому вот оказавшись... Перед Путиным, блядь. Оказавшись в Куала-Лумпур, три часа полета, и у тебя небоскреба, ты такой, вау, класс, класс. Летарь Джакарта, это столица Индонезии. Да было, не, 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 спасибо, не, не мое, не мой вайп. Я вот в Куале не был, хочу в Куале. Блин, сгоняй, кайфанешь. Буквально три дня, и ты возвращаешься уже на Бали с всем подругом, вау, Вали, блин. Это так, вау, то есть контрасты позволяют тебе вспомнить, почему ты любишь Бали, понимаешь? Ты уже не смотришь на мелочи какие-то, уже не обращаешь на какие-то косяки внимания. На паттерн copy-paste вот этот вот пальмочек вот эти вот, значит, конструкции, миноретики, все это надоедает уже, глаз хочет нового, нового неона хочет, блядь, контрастного, блядь. Прилетаешь в Куалумпур, башни Петро, у нас самые большие в мире башни-близнецы. Смотришь, вау, класс, погулял, монорельс, ёбнута, в Москве не катался, тут монорельс, покатался. И такой, все, хорошо, хорошо, класс, 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 40-ой этаж, живешь. Граб, кстати, один, многие сервисы одни и те же, что на Бали. Да, да, да. И Бахаса одна, язык. Совершенно верно. Но говорят по-английски лучше все. Вот, и ты прилетаешь потом на Бали, такой, фух, Бали, и ты едешь в 5 утра, 6 утра, рассвет, где-то, жгут мусор, хотя до этого такой, блядь, опять жгут, что-то воняет, жгут мусор, и он так кинематографично клубится, блядь, на восход, такой, как охранник. Вот тромантик-то, а? Да, холодный, убутский воздух, такой, класс, блядь. Поэтому вот контрасты, я бы, например, безвылазно здесь не мог. Люблю Бали, но безвылазно тяжело. А не нужно? В Африку предлагаем поехать с нами. Тема, тема, тема. Судим. Первый раз у нас человек, у которого больше миллиона аудитории, 2 миллиона подписчиков на ютубе, 600 тысяч, мне просто это интересно. Мне сейчас интересно, знаешь, пощупать за кулисами, как это вообще там происходит, как это ощущается. Что чувствуешь, имея за собой такой социальный капитал? Ну, сейчас уже ты смираешься с этим, это нормально, но следует понимать, что это же набрано было за 10 лет. То есть это как бы, ну, не то, что обедки с барского стола, да, но это были времена таких, блядь, больших географических открытий. Мы открыли формат дисов, раз сразу трафик. Мы открыли формат там критики, бах, у всех трафик вся. Потом какие-то версусы, трафик, все работает, и почва такая благодатная, потому что мы были, ну, первыми. То есть это век героев русского ютуба, там. Первый, второй век, там, разные типы приходили, там, в восьмом году. Вот первый век героев русского ютуба, там, Мэдисон, Галополосов плюс сто пятьсот, Стас Давыдов. Потом, значит, десятый, одиннадцатый год, спасибо, Ева. Неоднозначно, но спасибо, Ева подарила очень многих блогеров. Там Хованский, Снейл Кик, Усачев и так далее. То есть вот двенадцатый год, вот мы приходим, собственно, и начинаем уже с этой, с этими ребятами представлять себе сцену. То есть люди смотрят на это все, как на одно большое реалити-шоу. То есть как за стеклом, короче, кто к этому как относится, кто к этому как. То есть содержательная часть ютуба тогда была не самая важная, скажем так. Тогда интересны были именно социальные связи, люди смотрели это как реалити-шоу. Ну, мы экспериментировали, каждый свои какие-то мутил вещи, но трафик давался на таких коллаборациях. То есть зачастую они были как бы негативные, но это все тоже, это биф, он же конфликт, это все тоже подливало масло в огонь. И вот многие из олдов, они смотрели, следили за этим, и сейчас они взрослые уже дядьки, там заходят на стрим иногда, такой, типа, я на тебе вырос, хуяк мне 50 тысяч рублей, да надо, спасибо, типа, спасибо за детство, я такой, вау, от души, брат. Типа, вот такие вещи. Сейчас уровень хайпа значительно меньше, то есть если не было каких-то острых там столкновений, либо не было какого-то прорывного клипа музыкального, то есть банально, да, там выпускаешь клип, он внезапно начинает вируситься, такой, вау, миллион просмотров в день, такой, как это, до этого у тебя там тысяч пятьдесят, сто, и вот это там неделю, месяц длится, классно, что-то создал, значит, есть какой-то резонанс у коллективного, это значительно было, да, ты такой, да, класс, дальше еще что-нибудь придумал, вот, а вот последние несколько лет я как-то вот так подостепенился и начал уже заниматься такими вещами, которые там сугубо мне интересны, там, где-то такие темы, тут новость, тут какое-то явление обсудить, такое спокойнее, более, да, это возраст, это возраст, нет, готовятся какие-то дропы, я думаю, что, типа, какой-то хайп будет, но не то, чтобы это сейчас первоцель, когда у тебя на местности столько приколов, ну, типа, какие бенефиты вообще, ну, типа, плюшки, их куча, их куча, конечно, да, то есть, на подкаст зовут, но много дверей тебе открываются, то есть, у тебя внезапно появляется обаяние, то есть, для человека ты имеешь какую-то большую ценность, чем есть на самом деле, то есть, это такое. Я пришел в эту историю взрослым достаточно, я канал создал, когда мне 25 было, то есть, и хайп, наверное, упал, когда мне было там 28, 28, то есть, я спокойно, ты быстро подлетел достаточно, да? Нет, первые два года было все очень-очень медленно, то есть, за первый год, целый год я снимал, я собрал тысячу подписчиков. Так у нас все. Вот, за второй год я собрал 10 тысяч подписчиков, А потом просто нащупал форматы, нащупал свой там язык, стиль, и люди это усвоили, поняли, что ждать, и как бы, вот, коммуникация, и превратился в платформу, так или иначе, в мем. Это прикольно, это прикольно. Есть негативное, что вот по России ходить тяжело было, тебя тормозят постоянно, фотографировать там, или там селфи, там фотограф, что-то такое. Ну, взрослые люди, они до этого не скатываются, просто там идет урок, пожалуй, все такое. Тетки? Ну, да, да, внимание там, типа, и женское, всякое-всякое, то есть, потому что ты, у человека диссонанс, он такой, ебать, я же его в Ютубе видел, вот он, как его идет, и хочешь там поговорить. У людей бывали помутнения, то есть, кто-то прибегал, подходил и начинал кричать, типа, там, оскорблять. Да, да, причем, вот ты представь ситуацию, вот иду по конюшиной в Питере, никого не трогаю, блядь, спокойненько, подбегает пиздюк, ну, наверное, лет, ну, 16, может быть, с телефоном такой, и ко мне подбегает, пошел нахуй, типа, Ларин, урод, типа, я такой, какого хуй, телефонный, ты что, дурак, разобью нахуй сейчас, он такой, извини, 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 папин телефон отдай, пожалуйста, не знаю, что на меня нашло, я говорю, удаляй нахуй, открывает, удаляет, когда у тебя есть узнавание на улице, это интересный экспириенс, ты никогда не знаешь, что ожидать, поэтому я катался, там, на скейтах, на электросамокатах, чтобы меня было не догнать, что человек такой меня видит, и я уже, там, за 10 метров. Многие благор вообще не выходят, вот Хованский месяцами не выходил из дома, потому что, ну, он... Но он же уже, правильно, не в России, это же. Сейчас он в Сербии, да. На Бали, на Бали его зови, скажем, чем. Ой, да бесполезно, бесполезно, не прилетит. Ни в коем. Ну, тот человек дома сидит, ну, какой там, месяцами дома. Так на Вилле пускай сидит. Кентамани как раз. Кентамани. Холодок, да. Офигенный интернет ему дать, и пфу, ты чё, ты, ну, это же идеально на Бали сидеть. Хова, давай, давай, брат, ждём тебя. Пригоняй, да. В общем, есть какие-то ништяки, 100%, плюс, тебе проще познакомиться с каким-нибудь персонажем, то есть, который тебе интересен, там. У меня было шоу, называлось Лариншоу, это как ток-шоу, там к нам проходили гости, первый гость был Ларин из ментов, Нилов, ну, улица разбитых фонарей. Так. Вот, я снял этот сезон, ну, не сезон, а пилот, пригласил его, заплатил ему деньги, чтобы он пришёл, потому что мне нужен был первый гость какой-то из взрослой медийки, которого знают люди, снял шоу, он там у меня мопса кормил, короче, на дурацкие вопросы отвечал, ну, и, короче, мне нужен был пилот для того, чтобы его заявить. Я заявил его Александру Глебовичу Невзорову, говорю, Александру Глебовичу там через человека передал, он такой, о, прикольно. И пришёл. И ты понимаешь, я спускаюсь вниз, там, промзона, короче, Петербург такая ещё при царе построенная, короче, и стоит, собственно, Бентли, блядь, Невзорову ходит, такой, вот, ну, и получился прикольный выпуск, я там череп ему подарил, человеческий у меня там было несколько черепов, костей дома, там, неважная история, но, короче, была. Там старые знакомые. Старые знакомые, да. И всё, и мы с ним... Критики главные. Так или иначе, ну, обшелили. Плохие слова говорил на камеру, да. И мы прекрасно ещё с Виктором Глебовичем сняли там несколько роликов, там. Вообще, если рассматривать всех деятелей Ютуба, даже вас, даже там, любое шоу, это имеет код, то есть, это определённый архетип. И один из аспектов моего кода был там атеизм, материализм, скептицизм, нигилизм, вот такие вот вещи. То есть, я в костюме был, в галстуке, в первых выпусках такой вот был код, короче, там, определённые там манеры движения, подачи речи, там, вокабулар, слова, фразерология, да, ну, мысли там, child free, опять-таки, это такие ярлыки, триггеры. То есть, ты, собственно, собираешь вокруг себя людей, которым это близко. Потому что это по-честному из тебя идёт, и они понимают, что вот им есть учиться, чему там, или интересоваться в эту же сторону, если они такие же. И вот, Александр Голебович, как бы, мы с ним на этой почве так, общались хорошо. И люди, те вопросы, которые не могли получить от меня, я ретранслировал их там, вот. И получался контент, и всё было очень классно. Это вот к вопросу о том, что есть медийный капитал. Но очень многие, я тут вот с чего начал, потому что я говорил, что я пришёл поздно на YouTube, да, там, 25-26 было. Я был взрослый. Многие скатываются до пиздеца. То есть, те молодые, скажем, стримеры, кто начинали в десятых, многие, ну, на детей, прикинь, на подростка падает популярность, там, 2 миллиона, 2 миллиона, вот. И многие шли в разнос, и это всё выглядело очень жутко и мерзко. Без фамилий, но кукуха поплывёт в любом случае. Скажем так, если у тебя будет миллион просмотров каждый день, кукуха поплывёт 100%. Главное, чтобы, блядь, не фатально. А тебе по звезду ловишь? Ну, у тебя изменения происходят в голове, то есть, тебя очень много людей смотрят, ты либо фильтровать, начинаешь как-то свои высказывания, либо уже какую-то ответственность ощущать. А можно скатиться просто в понебратство. Ну, ты, короче, это такая длинная история. Мне вообще кажется, что для блогеров, для всех нужен какой-то психологический центр поддержки. Вы же задавали вопрос, по-моему, подобные фиша и у бродяги, да? Как там ответственность и так далее. Я тоже ему как ни странно. Ну, он сказал, что он мне уже не читает просто комментарии и не парится. Хотя раньше отвечал на каждый комментарий, парился, напрягался, переживал. А потом со временем сказал, что всё, как бы смысла нет. Всегда найдутся те, кто тебя поддерживает, и будет просто армия тех, кто тебя будет критиковать. Вот я тоже ему вопрос задавал, и всё равно чувствуется, что ты отождествляешь себя с какой-то общностью всё равно людей. То есть ты всё совсем сказать не можешь. Или что-то, например, не знаю. Ну, короче, некоторые элементы ответственности существуют, и осознание того, что ты есть медийный и за тобой люди, у него всё равно есть. Ну, конечно, да. Вот, кто как бы не говорил, какие бы это рубища мессии на себя не надевал, всё равно мы понимаем, что кукушка немножко плывёт. Слушай, я думаю, она плывёт, знаешь, если как бы какие-то проблемы есть у человека, то-то да, она плывёт. Это как с деньгами, да, вот оно подсвечивает. Хороший пример, хороший пример денег. Кто-то начинает сорить, флексить, а кто-то пустит на благое делать. У меня много, я помогу другому. Ну, знаешь, так, типа денег не было, он подстраивался, он одевал маску, деньги появились, он словил как бы короля, маску выбросил и начал чудить, короче. И все такие смотрят, ого, типа, был, кажется, нормальным. Так же и здесь, как бы, блогер — это власть, это влияние. То есть, если у них что-то было с психикой тоже, ну, как бы неадекват, то дальше власти влияние, там, как бы тоже… Исполнение, да. Исполнение пойдёт на максималках, смотря какой у человека характер, воспитание и личность. Если личность адекватная, ты совершенно адекватный. Я держусь. Красава. Интересно, знаешь, получить у тебя совет, вот конкретно, например, нам и таким ребятам, как мы, в плане того, что кто хочет ворваться в медику, немножечко потрясти этот рынок. Что сейчас, что делать? Я сам задаю с этим вопросом, понимаешь, всё очень сильно изменилось, но вы уже сделали хороший шаг, вы построили крутую студию, у вас стилёвая картинка, вы уже в, грубо говоря, в тусовке подкастеров, то есть любой там чел может к вам прийти, всегда можешь сказать, проходи к нам на подкаст, подкаст звучит гордо, блядь, типа, вот, и нужен, наверное, какой-нибудь супер хреповый гость для начала, ну, я-то, знаешь, типа, ты не пинай духлую лошадь, выцепите кого-нибудь вытрясти из него инсайт, чтобы люди постепенно сформировались в ядерную аудиторию, чтобы у вас было какое-то ядро, люди делились бы, советовали другим. С подкастами редко бывает такой экспоненциальный взрыв, но у подкаста там верная аудитория, потому что многие нас сейчас смотрят, они даже не смотрят на нас, они во вкладке, там, где-то нас слушают, привет, и кушают, например, или там читают, или уроки делают, ботают, как твич. Но вам ничего не мешает запустить какой-то там сайт-проект, там, плейлист с каким-нибудь шоу, то есть у вас были, да, там в гости выходили к чувакам на вилы, я помню, чел с 15 миллионами роговцев, такой задрэдаст. Да-да, Макс Роговцев, да, блогер он, ютубер, с медалью, с значками, миллионными этими бриллиантовыми кнопками, бриллиантовыми кнопками, много их. Вот, то есть запустить какой-то проект параллельно, то есть вот это, например, вам для души посидеть, потусить, просто обменяться информацией, познакомиться с человеком, там, показать человека, человеком, там, какую-нибудь киллер-фичу, какой-нибудь стреляющий проект, который там, например, не полтора часа, а 10 минут, знаешь. Знаешь, все должно идти, а вот от сердца, как бы мне, Леха сейчас начал вести свой ютуб-канал, у него больше влог на данный момент, мне нравится тема подкастов, которые мы сейчас совместно ведем, плюс, я думаю, говорящую голову внедрю, как бы какие-то свои инсайты буду рассказывать, но все это вокруг недвижки, философии себя, как бы, в компании, вот так. А вот какую-то такую взрывную фичу, я думаю, мы, когда сделаем вот наш новый офис, он будет там с вертолетной площадкой, там, 400 квадратов, клевый, и вот там мы сделаем шоу-программу, то есть хочется, чтобы был у нас такой вот раздел в ютубе, где мы просто показываем, как мы продаем виллы за миллионы долларов, как они строятся, как они раскручиваются, как мы там на Netflix есть похожее шоу. Произошла сделка, ее можно вспомнить, как это было, обыграть, показать, то есть реальную сделку, реальную виллу, и это и обзор, и это какие-то комичные форматы, это крутые тачки, вертолеты, знаешь, вот. Звучит неплохо. Вот такого хотелось бы что-то сделать. Вот тут я чувствую, вот искра во мне проявляется, да, а делать что-то просто, чтобы были подписчики, я всегда задаю себе вопрос, зачем, да, зачем мне это нужно, зачем, как бы цели просто так быть популярными, иметь миллионы подписчиков, такой цель у меня точно. Я понимаю, я понимаю, лишний зритель все равно не лишний. Не лишний, да, но щупаем тоже, пока видишь такой результат. Чуваки, подпишитесь. Да, будем благодарны. Спасибо, спасибо, класс. Не поделитесь, я не знаю. Пожелать подписчикам остается только успехов в действиях, хочу, чтобы у вас, желаю, чтобы у вас было всегда в голове много разных мечт, целей. Однажды я, как и вы, смотрел видео на ютубе с Димоном. Какой год был, не помнишь? Мне кажется, это вот я точно смотрел тебя во времена баттлов. Я тоже. 16-й год, ничего себе, ничего себе. 100% давно. Давайте что подарим? Паузу. Что-то подарим, давайте конкурс. Это, кстати, интересно. Нормальная тема. Но это как будет доставкой, получается, по миру? Череп. Может быть, черепа нет. Череп мальчик. Кстати, а если череп с твоей росписью? Мы нарулим где-нибудь череп. Не пропустят почту, да? Да, 100%. Может быть, какой-нибудь кусок лавы, не знаю, там, что-нибудь такое в одной. Охренная идея. Давайте так, у меня есть футболка из серии мерча, который нет больше ни у кого. Этот мерч больше не продается, футболка мразь. Моя личная, оверсайз, подойдет любому, лежит сейчас дома в Убуде, привезу чувакам. И вы в нее замотаете что? Что вы подарите от своего канала? Череп. А чего вы всех черепа привязали? А мы наш мерч подарим. У нас есть наш мерч Alex Villas. Офигенный, стильный мерч. Кстати, сейчас будет новая коллекция. Да, я запустил вчера процесс. Ничем не хуже, чем Balenciaga. Они нас вдохновляли как бы на это. Поэтому это новая коллекция Alex Villas Balenciaga, так сказать. Класс. А за что, пацаны, подарим? За какой-нибудь комментарий, наверное. За креативный комментарий. За самый длинный комментарий. Не, надо что-то про виллу. Надо что-то про виллу. Какую креативную виллу, по примеру, корабля, который потерпел крушение на земле пришельцев, вы бы могли придумать на вскидку и предложить ребятам для реализации. Кайф. Реально. Неограниченное количество бабла, считайте, что есть для реализации. Вот главная безумная офигенная идея. Да, может быть, в Пинтересте какой-то интересный формат вам понравится. Или придумать самостоятельно, что ценнее. Потому что мы любим создавать что-то интересное. Поэтому, друзья, креативьте. Мира вам над головой. Добра каждому. Мерча подкинем. И огромный респект каждому. Да. Дим, огромное спасибо, что пришел на подкаст. Спасибо, что позвали. Очень клево. Да, тебе, братан, всего вообще от души. Самого светлого. Намасте. Класс. Спасибо. Подписывайтесь на канал. Спасибо.